Игнатий Кихенович, у меня просто возникли неполадки с интернетом, мне сейчас пришел сосед и сделал, слава богу, теперь мы, я так думаю, что мы можем с вами поговорить. Давайте. Игнатий Кихенович, у меня вот такая проблема, я не знаю, с чего начать разговор, немножко может быть о себе или сразу уже конкретные вопросы. У нас все, я сразу скажу, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я нет, я не против. Так, я сейчас зажгу вам, а вы сами подумайте, как для вас удобнее будет, так и сделайте. Хорошо. Так, получше будет видно. Хорошо, говорите, я слушаю. Так, ну, я так немножечко о себе, значит, я, значит, с 1965 года, зовут меня Марина, город Зеленогорск, Красноярский край. Значит, значит, так сложилась и судьба, что в первом браке я прожила с мужем 20 лет, имея троих детей, мы разошлись. Брак был невенчанный, жила блудом все эти 20 лет. Не знала Бога, не знала православия, не знала ничего. Но в 89 году, значит, была крещена. Но крещена опять неправильно. Так как я посмотрела ваше видео, и прям сердце загорелось, и душа вспыхнула, значит, действительно получить настоящее крещение. И вообще хочется общаться с такими людьми, как у вас. Это прям действительно жить по воле Божией, по любви Его и по милости, иметь такого наставника. И, как сказать, я переживаю, волнуюсь очень. Вы простите, пожалуйста, если что-то я не так буду говорить. Значит, после первого брака я, значит, очень долго переживала. Значит, два года вообще не находила себе места. Но по любви и милости Божией, значит, Господь меня свёл с человеком, который православный. Значит, через него, значит, я познала Бога. Он привёл меня в храм, привёл к церкви православную. Значит, познала истину, познала, что такое есть вера настоящая, познала, что такое есть Божья любовь, познала, что такое есть истина. Значит, и мы повенчались с ним в 2006 году. Имеется у нас ребёнок Николай от второго брака, брак в Венчине. Значит, всё было как бы хорошо. Он, значит, немножечко я расскажу о своём жизни. 16 лет назад он перенёс операцию ора головного мозга. Но что-то Господь отнимает, а что-то Господь даёт. Очень много, очень много дал ему Господь. Значит, профессор оперировал его в Красноярске, в районе. Значит, тогда, когда он год неходячий был, он заново учился ходить. И когда его повезли на Украину, он поверил, он очень уверовал. До этого он был неверующим. И тогда, когда постигла его вот эта вот болезнь, значит, он уверовал. И причём уверовал так, что Господь постоянно как бы был с ним во всём, во всём помогал. И до сих пор, я так думаю, что помогает. Но сейчас просто не такие обстоятельства. Я просто боюсь чем-то обидеть этого человека, или оскорбить его, или унизить, или неправильно что-то понять, потому что я в православной вере очень ещё слаба, очень хромаю ещё в этом деле, очень маловерна, ещё сильно неутверждённая. И поэтому, и боюсь, и словом, и мыслями как-то обидеть его. Но хочу, чтобы, если он будет слушать это видео, или если вдруг как-то нечайно, значит, чтобы он, ну, просил, если что-то я не так буду говорить. Так получилось, что его увезли на Украину. И он был там на костылях стоял и просил его отпустить, потому что он стоять вообще не мог на ногах. Его отпустили, он встал на колени. И после литургии он с храма вышел на своих ногах. Это просто было великое чудо. То есть Господь, он уже потом, будучи много лет назад, рассказывал, что он очень молился святому, Иоанна Одесскому. И он почувствовал такую силу и прилив в ногах, и в руках, и во всём теле, что он встал без костылей и вышел с храма. Но это просто чудо Божье. Понятно, что Господь не оставляет его. И он до сих пор молится. И слава Богу, что это так. Он очень твёрдый в вере стоит. И дал мне познать действительно истинную веру, за что я ему очень благодарна. Но так складываются сейчас обстоятельства, что он... Как объяснить вам? Ему всё время не хватало как бы духовного роста. У меня дочери 24 года. Значит, так сложились обстоятельства, что он настоял на том, что у неё была семья, у неё был ребёнок. И чтобы её привести к этой вере, он очень долго к этому старался, сделал все усилия, чтобы она приехала сюда. Чему я и способствовала как бы этому. Тем более у них не складывались отношения с мужем. То есть он был... Я видела всего его один раз, мужа, дочери. И был, как на то время он говорил, что был православный, с православной семьей. Но тогда, когда я приехала к нему, я не видела у него крестика. Он запрещал крестить малыша, запрещал ей ходить в храм, запрещал исповедоваться, запрещал причащаться. Я ей помогала, они жили в Москве, я ей помогала всего там два месяца, а потом приехала сюда. Она как бы так сильно мне ничего не говорила, значит, как они живут, как что, но я понимала, что ей там как бы плохо. Потому что она обычно общалась с Артемием. Артемий — это мой муж. Значит, и она все время как бы во всем видела как бы наставника у него. И он настоял, чтобы она приехала сюда. Она приехала сюда ко мне в гости. Значит, а мы с Николаем, он просто у нас, Николай Отрак, он необычный у нас ребенок, мы постоянно с ним стараемся ездить по святым местам. Потому что получилось так, что если я где-то перескакиваю, вы простите меня, я, наверное, очень переживаю, я волнуюсь очень. Николай, значит, ему было три с половиной года, и он среди ночи проснулся, и первые его слова были такими, что «Мама, ты скоро по земле будешь ходить голая». Я сначала этому не придала значения, и вообще думала, что что-то ему приснилось там, или он что-то не так говорит. Значит, потом я Артемию говорю, значит, Артемий вот так и так, как бы вот, ребенок вот кто-то, кто-то сказал. Он говорит, надо помолиться, надо как бы узнать. И потом он сказал, что «Скоро твои грехи, как бы, ну, как бы, скоро твои все грехи как бы откроются». Но я, значит, тогда, когда приняла первую исповедь, я исповедовалась, у меня была исповедь, как сказать, с самого детства, как назвать правильно, то есть полная исповедь у меня была. И после этой полной исповеди я действительно, я приобрела Бога, я почувствовала благодать Божию, я три дня не могла ни есть, ни пить, и мне, я прям, у меня как будто, как за спиной выросли крылья, я прям, как вам объяснить это. Ну, вот, мне кажется, вот такие вот слова даже не подберешь, что я чувствовала. То есть во мне как бы поселился Бог, я как бы жила с ним. Значит, и я все время старалась, как бы, чтобы хотя бы вот этого отрока Николая воспитать в духе, ну, как сказать, в православной вере, в твердой, и чтобы он, как бы, жизнь свою всегда посвятил Богу. Не ошибаюсь, по-моему, Источ. И вот он все время задавал такие интересные вопросы, как взрослый. Все время говорил о Боге. И он всегда ложился спать, всегда с молитвой, всегда мы читали спитой жития. И, значит, он всегда видел вот этих вот этих темных сил бесов. Он описывал, какие они страшные. Он всякие разные, он их видел всяких разных. И все время у него он не мог даже спать. У меня все время, вот он 3 года, с 3 лет и до 6 лет, он все время, ну, как сказать, просыпался ночью и все время просил, мама, давай молиться. То есть он молился сам и молилась я. Как я только засыпала, то есть замолкала и у меня уходила молитва, потому что от моей мимочки я не могла молиться, усыпала. Он тут же меня будил и говорил, мамочка, давай молиться. Я не знаю вообще, как этот ребенок, вот как взрослый, он как бы сказать, поучал меня. Не я его, а он меня, отрок, еще был младенчиком, маленьким, и получал меня маму. Вот. И так получилось, что мы часто очень с ним выезжали по святым местам. Меня очень пугало то, что он один раз такой случай, он очень много случаев рассказывал, я ей старалась записывать все в тетрадочку, и вот меня один раз поразил такой удивительный случай. Значит, в детский ходил, с три годика я его отдала в детский сад. Значит, и он рассказывал, ему было пять лет тогда, и он рассказывал такой удивительный случай. Мама, я сегодня видел Господа и Матерь Божию. Когда я ложился спать, он в садике никогда не спал, он говорил мне, что я только молюсь. Молился он молча, как бы, про себя, никто не слышал. Вот, он говорит, я молился, говорит, и ко мне явился бес. Он прямо описывает, какой он говорит, вот мама, помнишь, приходила смерть с косой, только у него была не коса, а у него был меч в руках. И он этим мечом хотел меня зарезать. Значит, но я сказал, Господи, помоги. И мне, он так интересно всегда рассказывал, он чудным образом появился ко мне Господь и Матерь облак и Матерь Божия на облаке. Я говорю, ну, задаю ему вопрос, сыночка, а что дальше было? Он говорит, а ничего не было, я говорю, что ты спрашивал, что они тебе говорили? Они ничего не говорили, только Боженька так строго смотрел на меня, и в это время бес исчез, и он больше ко мне не появлялся. Но когда Господь и Матерь Божия таким же чудным образом исчезли, я когда повернул голову, на соседней кровати спал мальчик. И я видел, как у него изнутри, то есть он мне показывал, что чуть выше пупка из грудной клетки, говорит, у него выходил как бы такой дымок в образе куриной головы и куриных ног. И это, говорит, так было страшно, я, говорит, закрыл глаза и стал молиться. И потом, говорит, нас уже подняли. Молитва у него была непрестанная. Я прям благодарила Бога, что, слава Богу, я как бы, ну, что он утверждился у меня и получает еще меня и обличает еще меня. Сыночка, я разговариваю, разбивайся, пожалуйста. Вот. И получилось, иди, сыночка, попей, пожалуйста. Так получилось, что, когда мы были в Могочино, в Томской области, я подошла к батюшке, отцу Матвею, и рассказала, как бы, ну, много случаев таких рассказывала об отрике Николае. И он говорил, что Архимандрит Иоанн сказал, что, значит, этот младенец, он еще тогда младенцем был, говорит, он как бы будет, а я у него задала вопрос, как же мне спасти этого младенца, чтобы он не попал под какое-то влияние, как сохранить его от всяких, вот сейчас так тяжело воспитывать ребенка и все вот эти, как сказать, и в школе, и в садике, и наука, вот это вот, и все вот эти фильмы, мультфильмы там, конечно, все у нас в ограниченном количестве, но тем не менее, он и со свистниками общается, и все, и у меня прям такая была тревога. И Архимандрит Иоанн сказал, что, а вы кого собираетесь спасать? Я говорю, ну, младенца Николая, он говорит, это он вас будет спасать, а не вы его. Ну, потом, значит, батюшка, отец Матвей, когда уже подошел, видать, отец Иоанн сказал, отец Матвей потом подошел к нам, мы ему как бы объяснили всю ситуацию, и потом он сказал, что, ну, все будет хорошо. Сейчас меня, наоборот, волнует вопрос, что мы когда приехали с Могочина, с Томской области, да, значит, он молится, конечно, значит, читает много, молитв у меня, очень много, очень хорошо слушает святой жития Дмитрия Росковского, он даже сам просит, допустим, на ночь ему читать обязательно вот Дмитрия Росковского, прямо с таким стрепетом иногда слушает. Он может даже, когда в игровой, значит, ситуации, может играть, я ему читаю, он слушает. Я сначала думаю, может, он просто не запоминает, а нет, оказывается, он запоминает, он даже иногда может задавать вопросы там или еще что-то. Вот. И у меня такой вопрос сразу возникает, можно ли, допустим, приехать к вам, я знаю, что у вас есть замечательный лагерь, можно, допустим, приехать к вам с отроком, с отроком сейчас, Николаем, к вам на, я знаю, что у вас там действительно святое место. Просто это я чувствую душой и сердцем, и все меня устраивает в этом лагере. То есть дисциплина, самая главная дисциплина, потому что я воспитываю в основном могу одна, и мне тяжело что-то неправильно делать, потому что я как бы еще не очень утвердилась в своей вере. Мне надо, чтобы правильно постичь вот те духовные вещи, которых я еще не понимаю, не знаю, в которых мне еще очень-очень много надо трудиться и приходить и утверждаться в этой православной вере. Это вот первый вопрос. Второй, значит, вопрос. Вот тогда, когда приехала ко мне дочь с малышом, со своим, значит, то есть она уехала от мужа, она не разошлась, она просто уехала от мужа. И когда мы были в Могучино, и так сложилось обстоятельство, что она своего ребенка отдала мужу, Максиму, то есть зятю моему. И когда я приехала с Могучино, я узнаю о том, что ребенка нету. Для меня это был просто шок. Ну, она, значит, сказала, что я живу для Бога. А, значит, ребенка я отдала не Максиму, а Богу, то есть вручила его. Я, конечно, я и ругалась, и я и плакала, я и скандалила, то есть я не понимала, как может отдать свою мать, которая носила 9 месяцев под сердцем, которая воспитывала, кормила его полтора года грудью, да, и здесь она так легко как бы расстается с малышом и отдает зятю. Зять, он не православный, значит, он как бы вообще против Бога, писал 5 лет книгу против Бога, и он хочет ее, я не знаю, сейчас издал он ее или нет, но он ее хочет издать, и вообще, я не знаю, какой он вообще веры, и что он вообще имеет против Бога, потому что как-то мы с ним не очень-то общались, но она объясняет это еще тем, что, значит, она хочет подражать, как подражали еще в первом, во втором веке те люди, которые были, которые себя полностью отдали Богу, вот, хотя я немножечко, если честно, я в этом, ну, не понимаю я еще, вот, может быть, я действительно еще слаба в этой вере, что я маловерная и неутвержденная еще в этом, может быть, у нее больше веры, чем у меня, больше силы, больше, больше знания, может быть, в этом, я немножечко вот этого не понимаю, это второй вопрос, третий вопрос, значит, Артемий, который привел меня в вере, который, значит, был муж, который был венчаном, он и сейчас пока муж, но у нас сейчас сложились такие обстоятельства, значит, я не знаю, правильно ли это будет говорить или нет на видео, но я все-таки попытаюсь сказать, как правильно это можно выразить, чтобы, если кто-то будет слушать из православной, чтобы не осудили, потому что я не знаю, не могу человека этого судить, потому что, может быть, он действительно достиг чего-то, какого-то более совершенного духовного состояния, чем кто-либо, я очень маловерная в этом, и я хочу получить как бы от вас этот духовный совет, получилось так, сложились обстоятельства, что муж мой и моя дочь первоначально, значит, муж предложил мне, чтобы духовно расти, ему надо быть рядом, ближе к дочери. Я на это очень долго не соглашалась, я имею в виду в плане как муж и жена. Я не понимала этого, я очень долго не соглашалась, потом всё-таки я согласилась, опять не знаю, правильно ли я это сделала или нет, то есть это я виню, что это как бы сейчас моя вина, себя я виню, никого, либо другого, вообще никого. После чего я, значит, пришла в такое состояние, я не понимала вообще, что со мной происходит, я думала, что это неправильно, как я мать, как я поступила, и вообще это не православному, то есть у меня такие как бы мысли, что это вообще так, православный человек поступить не может. Вторая ситуация точно такая же поступила, через несколько месяцев, по-моему, или два, он как бы тоже настаивает, что как бы надо для духовного роста. Я опять соглашаюсь, пока, значит, они были там в другой комнате с дочерью, я здесь и читала, и каноны читала, и молилась, и псалты читала, вроде как бы всё спокойно, но тогда, когда через два часа я опять увидела, значит, пик, и у меня просто такой прям, ну, разрыв сердца, как бы, можно так сказать. Я вообще не понимала, что вообще происходит, то есть у меня был вообще сразу такой, думаю, неужели он впал в прелесть, но не может быть такого, что православный человек не может так поступить. Значит, духовно расти, это значит, как-то по-другому. Я не знаю, какие у них там были отношения, близкие или нет, но они были вдвоём в комнате. И я, значит, простила и первый, и второй раз. И вот, когда мы приехали с Могочино, когда Таня отдала этого малыша, внука моего, своего сына, и когда я прочитала, значит, записку о том, ну, как бы, взяла телефон, без спроса, опять же, моя вина, без спроса, потому что у меня какие-то были подозрения, оставались от сердца ещё подозрения, что всё-таки здесь что-то не так, может быть, я не что-то не так понимаю. Я без спроса взяла его телефон и читаю, что моя дочь пишет ему сообщение, ну, то есть, признаётся ему в любви. Ну, как бы, Артемий, как бы, объясняет это, что это всё на духовном плане, это никак не какие-то там слития, как жены и мужа или ещё что-то, это только на духовном плане у них это всё. Но, тем не менее, значит, они стали, то есть, он теперь объясняет тем, что, значит, я несовершенная, как бы, ну, мешаю ему духовно расти, и Таня, дочери своей мешают духовно расти, они, значит, приняли такое решение, съезжают, значит, из квартиры, то есть, дочь у меня съезжает от меня, и муж вместе с ней на другую квартиру, и духовно они растут, то есть, они читают литературу, они вместе молятся, они, значит, вот ведут такой здоровый образ жизни, как он объясняет, что ничего близкого, интимного нет и не может быть, это как он мне так объясняет, во что я, как бы, поверить, если честно, не могу, ну, то есть, не могу с этим согласиться, и вот у меня вот таких вот, можно, конечно, очень много рассказывать, но у меня, как бы, вот такие, вот такая вот, сейчас как бы проблема номер один стоит, то есть, помогать он отказывается мне сейчас растить ребёнка, и объясняет это тем, что я стала на сторону ребёнка, то есть, как бы больше, как объяснить, то есть, больше, больше люблю ребёнка, чем Бога, и поэтому, значит, нет нужды помогать, и я, получилось так, что я сейчас подала на развод, на элементы, и не знаю я, правильно ли я поступаю, неправильно ли я поступаю, и вот у меня как-то вот так всё. Так этот, который ушёл с дочерью, это у которого голова там болела? Да, значит, он перенёс, да, он перенёс операцию рак головного мозга, шишковидной железы, которая отвечает за все органы жизни, но вы понимаете, вот немножечко остановлюсь, как бы на нём, да, я не знаю, может быть, я что-то неправильно духовно могу объяснить сейчас, да, но вот у него, допустим, такие вещи, когда, допустим, возникали какие-то вопросы, вот там, ладно, пусть там не на мне, вот у дочери, допустим, которая вот приехала, у него очень много, много разных вопросов, допустим, возникало, и когда он приходил к нам, он жил отдельно с мамой, приходил к нам, и когда он приходил к нам, получалась такая ситуация, что он берёт, значит, обычную книгу святых отцов, любого там, там, Иоанна Фронштадского, Феодосия Кавказского, Русалимского, там и Ведмитрия Ростовского, или, допустим, Основы искусства святости, значит, очень интересная тоже книга, вот он брал, допустим, открывал именно такую страницу, на которую надо было получить ответ Таню, и когда она читала, значит, Таня говорит, у меня вот эти были вопросы, я как бы все решила, значит, потом, допустим, были такие моменты, что мама, допустим, вот клеит обои дома, он против ремонта, он вообще такой крупулёзный, вот прям вот как, знаете, строгость у него такая прям духовная, духовная прям строгость, это я всегда как бы восхищалась, ставила его как бы такой пример, что у нас же вот есть Божьи такие люди, которые вот живут правильно в жизни, может быть, я, как сказать, превозвысила его, и полюбила его больше, чем Бога, вот это в этом, конечно, Господи, прости меня, что, в этом, конечно, большая меня, что я действительно превозвысила его, и он всё время говорил, мама, у тебя обои не будут держаться, и действительно, то есть мама поклеит, а на второй день у него раз, и обои отпадут, то есть понимаете, вот как-то, вот я не знаю, с чем это можно связать, то ли могут ещё действовать тёмные какие-то силы, значит, может быть, действительно Господь помогает, но я не могу вот этого утверждать, потому что об этом может утверждать только духовный человек, но очень грамотный, знает хорошо святое писание, знает хорошо святых отцов, значит, на всё может дать любой конкретный вопрос, то есть он очень интересный человек, очень начитанный, очень грамотный, и очень серьёзный, вот и вот меня почему, так сказать, убило его отношение, что раз, и как будто вот он куда-то, как, вот знаете, вот как прелесть какую-то впал, что превозвызнул сам себя, что он такой грамотный, что он начитанный, что он выше других, и что вы ничто перед ним, и я вот никак не могу понять у него вот эти все действия, его поступки. – А вы далеко живёте от Абакана? – От Абакана, так, сейчас, так, от Абакана, ну, наверное, где-то, наверное, может быть, часов 15 или 18, примерно. – О, так это же около Красноярского края, рядом прям было, в другом конце Красноярского края. – Ну, мы от Красноярска ещё до 4 часа. – Ну, понятно. – А вы куда-то выезжаете ещё или только дома находитесь? – Вот, ну, как бы сейчас у меня Николай пошёл в первый класс, он первый класс заканчивает, да, вообще мы каждое лето, допустим, старались куда-то выезжать. Ну, вот мы ездили, допустим, с ним к Феодосию Кавказскому Русалинскому, он, нам давали путёвку бесплатную в Кисловодск на лечение, и, значит, мы с ним выезжали, и так сложились ситуации, что люди везде добрые, всё по воле Божьей получается. У нас одна женщина с Калужской области, она приезжала с малышом лечиться, у неё Васенька, малыш-младенец, тоже был 4 годика, он родился немым, и она приехала на машине, на машине с такой удалей, и она нас увезла в Минеральные воды к Феодосию Кавказскому Русалинскому. Мы там побывали, помогили, и молитв попросили у него, чтобы он молился, за нас, грешных и недостойных. То есть, где бы мы ни были, всегда встречаются очень люди такие добрые, хорошие, и всегда нам, как бы, вот так вот, ну, как сказать, Господь всегда с нами, можно сказать так. Потом мы были с ним в Новокузнецке, вот там, где Матушка Пресвятая Богородица, храм Иоанна Война, явился на стекле. Вы не слышали? Вы рассказываете, я послушаю. где Матушка Пресвятая Богородица явилась на стекле, и когда мы увидели, когда мы приехали туда, вы знаете, отрок, значит, еще был младенец, младенец Николай, вы знаете, когда мы дошли, он упал на колени, и стал так, рудать, говорит, мама, посмотри, какое чудо явил нам Господь. И вот мы помолились, постояли у этого стекла, и я прям сама растрогалась, раскладалась, думаю, ну, надо же, вот так, ну, действует благодать и дух вот этот цветок, что на нем почивает, на малыш это, который действительно обречает, даже обречает меня. Вот. Потом мы были, как бы, были с ним, так, где мы еще были с ним? А, ну, вот в Могочино были, мы обычно стараемся по монастырям ехать, когда дочь жила у меня в Москве, мы там были у матушки Матрунушки, мы были в Андроновском монастыре, как бы старались ходить вот вообще по храмам везде, потом мы были в Санкт-Петербурге с ним в Александро-Невской лавре, потом были мы с ним у Ксении Петербургской на могилочке тоже. И вы знаете, когда мы были вот у матушки Матрунушки, значит, в монастыре, он не хотел вообще оттуда уходить, он, мы приходили очень рано, где-то часов, наверное, в 9-10 утра, и мы уходили очень поздно вечером, часов в 8, ну, пока храм, значит, пока монастырь не докроется. Он никак не хотел уходить оттуда, мама, я здесь буду играть. И вот он играл, мы в храм ходили, молились там, нас кормили, слава Богу. И еще мы были, так, сейчас скажу, где в каком монастыре еще были, где Великомученица или Завета, забыла, как называется монастырь. Ой, Господи, Марфа-Мариинская обитель? Марфа-Мариинская обитель, да-да-да, мы там были, нас тоже так хорошо приняли, и кормили бесплатно нас там, и даже еще кушать давали там, всегда, когда в дорогу мы уходили, даже кушать нам накладывали бесплатно. Он тоже оттуда никак не хотел уходить, все время там играл. Вот. Потом, ну, как бы старалась, как бы вот так вот ребенка, как бы, я вижу, что он тянется, он вижу, что он тянется, как бы вот ребенок вот этот вот. И мне хочется, чтобы он действительно на своем, как бы, сердце, и вообще полностью, как бы, был с Богом. Я боюсь, чтобы он нигде не оступился, потому что мы ему даем все самое хорошее, все самое нужное, а на улице одно, в школе другое. То есть он приходит, он немножечко другой. Вот я чувствую, что он меняется вот уже, и мне прям страшно за воспитание его, что я, как бы, не в силах могу его одна вот так привить в Бог. Хорошо. А город Канск далеко от вас? Три часа езды. Ну, три часа, это не так далеко. У нас из Каннска приезжала мать одна, Сидоренко, Анна. У ней трое ребятишек. Она была в нашем лагере два раза. Да. Ну, вот если бы вы с ней-то как-то поговорили, познакомились, съездит там храм, большой храм, я не знаю, там самый, наверное, большой храм, старинный, она там помогает, как соломша, вроде поет на клиросе, Сидоренко, Анна. Угу. У ней маленький мальчик Яша. Так. И вот вы бы, если ее нашли, переговорили, и потом бы вышли здесь, ну, может, и по скайпу на меня вышли. вот если бы она поехала, вам бы легче было прицепиться к ней. Хорошо. Ну, это один из вариантов. А другой-то вариант такой, ну, ладно, дочь, там неизвестно что, муж тоже неизвестно, а когда вы приедете с ребенком, допустим, вам разрешат, а они не будут бунтовать, без согласия матери как? Ладно ли это будет? А сегодня законы такие, ювенальная юстиция, ее ребенка могут у нас приехать, забрать, и все. Нет, Игнатий Тихонович, ребенок Николай, это мой. А ее ребенок, она отдала мужу в Москву. Это ваш личный ребенок? Это мой личный ребенок. Ну, 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 понятно. Ну, остальное об них мы не будем рассуждать, ничего не знаем, да и не нашего ума дело. Так. Там они сами рассмотрят. Так, время-то уже май, у нас заезд будет примерно 10 июня. Так. Ну, вот мы даже тут переговорить с вами будем. Я тут напишу вам путевку, расскажу все, все ли вам подходит. Хорошо. Вы сами, вы сами совершенно свободны. Над вами нет никого начальника, мужа, никого нет. Да. Вы как пенсионерка? Я инвалид детства. Я не работаю, я получаю пенсию. Ну, да, мы тогда переговорим, как у вас там со средствами-то. И тут ехать надо, деньги платить. Да и здесь мы все покупаем. Я так думаю, что Господь все устроит. Слава Богу, как бы помогает всегда. Тут вот какое дело еще второе. Угу. Вы же знаете, что мы строим православную деревню. Да, да. Вот у меня. Где все до одного верующие, православные. А священника мой родной брат, отец Аким. Да. Я вам все ресурсы скину, вы там увидите, как у нас здесь с детьми занимаются, там увидите, дети написано. По плейлистам пройдете, плейлист называется, определенная как бы папка. И вам все будет в деревне, как. Так, это можем поговорить. Хорошо. Так, ну у нас может кое-что не сойтись, чтобы вы к этому приготовились. Допустим, вот, что по монастырям ездят, мы к этому не привязаны. А вы видите, как сильно везде были. Я тоже был, вы их называете, я там был. Но мы были, все. Главное для нас знать путь Божий по Святой Библии. У нас святые отцы. Вот я жития святых, 12 томов Дмитрия Ростовского, насчитал. И они в интернете стоят. 12 томов моим голосом насчитанные. Я вам дам свои ресурсы на сайте, там вы найдете. Можете только включить, искали, слушать вместе. Вам даже не надо будет глаза ломать. Хорошо. Вот. И когда я вам пишу, что с собой брать проще там? Я уж не спрашиваю такое, что к вам не может приехать муж? Он-то вас найдет, он вас. И скажет, я хочу побывать там. И что дальше? Я так думаю, нет, он как бы по болезни, он по своей немощи, он никуда не ездит, он только дома. Он так немножко погуляет, там 20-30 минут на улице, и все. То есть он по болезни, он не может. И такого больного, больного приняла ваша дочь? Ну да, я вот с ним прожила 11 лет, несмотря на то, что он как бы вот такой болящий был. Да, такого приняла моя дочь. Ну ладно. Ну что, он приехать может? Мы должны вариант такой проработать. Он больной не может, однако больной, а смотри, как молодой себя ведет-то. Да, да, да. Так что, зарекаться не будем. Ну, допустим, так, он туда приедет, приедет, сын-то ему принадлежит, так? Да. И он имеет полное право, и дальше он может обратиться в органы, полиция, прокуратура, все на его стороне будет. Он скажет, религиозные фанатики, сектанты, еретики, ну, это легко все сказать, это враги народа и проще, как раньше говорили. Что будем делать? Я так думаю, что ваша вера, она православная, твердая, и я думаю, что мы на все дадим ответ, потому что я знаю, что Господь всегда с нами, Он не оставит меня, и поэтому мне здесь власти, я должна Бога бояться, а не властей. Ну, это правильно, так-то так. Ну, все-таки неплохо будет, маленько вперед посмотреть, потому что если он нажалуется, что вы неправильно с ним обращаетесь, вы уродуете психику, ребенка, он найдет, что сказать, да еще подскажут, найдутся. Люди-то разные. И будет нехорошая ситуация. Если это было бы где-то в Швеции, в Финляндии, у вас сразу бы отняли и навсегда. Вы ребенка даже никогда бы не увидели больше. А юстиция ювенальная пока еще не принята, закон о ней, но она уже вовсю работает. Я опасаюсь. Да, работает, да, да. Надо, чтобы он знал заранее, чтобы это не было тайной. Я ему могу об этом сказать. Скажите ему. Я ему скажу обязательно. И если можно, чтобы он написал бумагу и сказал, я не против, что с моей женой наш сын будет отдыхать в поселок Потеряевка. Поселок Потеряевка. У нас здесь. Надо от него справку, чтобы он написал и расписалась там дочь или кто-то, свидетеля два. Кто там есть? Хорошо, хорошо. В нотариальной конторе то не будешь заверять такую бумагу-то, но хотя бы это не помешало. Тогда видно будет, ну вот действительно, чтобы он написал обратный адрес, телефоны свои, чтобы с ним, если что будет, власти могли связаться, что он не против. Мы даже, ну, заранее, говорит, не давать повода, ищущим повода. А если мы так только будем делать, ну ладно, я на Бога надеюсь, я на Бога надеюсь, но я знаю, что тучи на небе, я заранее беру сапоги резиновые и дождь. Ну мы же должны, они так, я верующий, меня дождь не замочит. Замочит, ты простынешь. Мы должны быть благоразумными, написано. Так это хорошо поняли? Да, я хорошо понимаю. Поэтому вы должны быть сласковые с мужем, ничего не поминайте, не упрекайте, в этом вопросе ничто не поможет, только Бог может сделать. Снова мозги Господь потревожит, и ему будет не до этого, и все это расторгнется. Это абсолютно неправильно, но это жизнь. В жизни все бывает. Он моложе вас или старше? Нет, он моложе мне на 18 лет. А, вот оно что. Я почему-то, когда вы говорили, я так и подумал. Да, да. Он ближе по возрасту к дочери? Да, да. Ну вот, видите, как-то... Мне 52 года, да. Ну вот, вот и все. А в этом вопросе он скажет, о колонии я себя чувствую лучше, чем с этой старухой, сварливой, да и проще. То он найдет, что сказать. И мы должны это принять как от Бога. Это ваш крест. Не упрекайте его, так я вас очень прошу. Я не упрекаю, нет. У меня сначала, конечно, была обида. Ну, понятно. Второе. Вы никогда про него больше не рассказывайте, потому что ничего это не даст. Ничего не даст. Вы хорошо о нем отзываете, все, но вы только себя тревожите ради вашего здоровья. Просто молитесь и больше ничего не надо. Господи, усмотри как. Вам это... Он как муж вам и не нужен. Вы просто благодарите Бога. Сами больные, тем более. Видите, я заранее скажу, что когда напишу какие условия, в прошлом году на нас было сильное нападение Роспотребнадзора. Наш лагерь существовал 45 лет. Я его основатель и бессменный его начальник. 45 лет. Но в прошлом году было соль сильное давление, они нападали. Тут все в интернете мы выставили, как они заезжали, как полиция. И мне пришлось лагерь закрыть. Мы его в другой формат перевели. Мы сразу... Вот они напали на нас... Это было 18 июля. В 22.00 полиция приехала, дети, а мы их тренировали, они убежали в степь, они ни одного ребенка не могли взять. Да они и не гонялись за нами, но мы просто не хотели адреса давать, потому что прокуратура начала подбивать на лжесвидетельство. Был суд, и суд им ничего не присудил. За мной ничего нету. Ни одного больного, ни одного поврежденного. Родители подбивали на лжесвидетельство, ни один родитель не пошел. Вот Бог как делает. А мы только молились и молились. Ну, адвокат, как соцзащитник у меня был из нашей общины, он, зять мне, человек с красным дипломом, юридический факультет там окончил, и очень, очень известный такой. И он выступал как верующий, и ничего они не сделали. Нету. Хотели на большие штрафы, а штрафы кладут больше миллиона каждый раз? Да. Но тут еще не сделаешь. Поэтому мы должны быть благоразумны. Мы поняли, на их стороне суды, прокуратура, полиция. Нам не выдержать. И мы тогда решили так. Мы просто на вашу просьбу откликаемся, и вы приезжаете не в лагерь. Слово лагерь забудьте. Вы приезжаете в гости. Мы приобрели несколько домов, приобрели. Там наши братья, которые воспитателями работают. И я вам скажу потом, напишу, на кого написать. Примерно мы нынче уже можем принять в четыре дома. Это для нас Бог так удивительно сделал. У меня минимальная пенсия. У меня ничего нету. Вообще ничего нету. Вот как я сижу, встал, отряхнулся и пошел. Но у меня все есть. Вы, если считали, видели там у нас... Да, да, да. Я несколько роликов видела, и про детский лагерь видела, и ваши проповеди читала, значит, видела, значит, смотрела. Хорошо. Так вот. Вообще, вот просто без, как сказать, без слез просто невозможно было слушать, потому что это... Господь дает таких нам людей, которых мы должны ценить и уважать, и леветь прям, потому что беречь прям вас, потому что таких у нас практически нет людей. Так, второй вопрос. Вы опасаетесь абсолютно справедливо, что мальчик там в школу, то другое, его испортится. У нас все православные, учителя православные. Вы могли бы поговорить и оставить его здесь учиться? Вот у меня, простите, перебью. Скажите, пожалуйста, вот у меня, допустим, есть такой вариант, допустим, у меня двухкомнатная квартира здесь. Правда, я ее могу продать недорого, но тем не менее, как бы, это все в моей, как бы, власти. Но сейчас не могу потому что вот эти все суды, элементы там пока, выпивка вот, значит, Артем, Артемия, значит, мужа моего и дочки, там, и внука. То есть это как бы займет немножко как бы времени. Ну, я, как бы, в планах у меня было такое, чтобы поговорить с вами, может быть, когда по приезду еще можно поговорить. Можно ли, допустим, я бы здесь продала, а у вас, допустим, там что-то приобрести, купить? А нечего приобретать, только строить. Если бы у вас были бы сыновья или кто-то такие лет 25-30, и были бы средства, можно в один день построить любой дворец, в один год сказать. У нас приезжают люди, получают землю и начинают строиться сами. Каждый сам заводит скотину, пчел, птиц, все, что хочет. Полная свобода. Вот тут любой архитектор может позавидовать нам. Такая свобода. У нас места такие удивительные, там никаких гор нету. Ни энцеполитных клющей, ни маляриных комаров, ни скорпионов, ни акулы, ни за что люди страдают в других странах, у нас ничего нету. Чистое экологическое место. Прекрасная вода. Все сажает, все растет, и виноград растет. Даже виноград высадят. У нас в лагере даже виноград был. Но дело-то немножко еще и в другом будет. Если вам придется быть. Вот. Покупать нечего. Но одного вы ребенка не оставите здесь. Без вас. Да-да. Не оставите. Вот. Но я говорю о школе, что если вы действительно вот так как говорите, и хотите ребенка сохранить, то я говорю, лучшего места, чем у нас для воспитания ребенка вообще не найти. Во-первых, отдаленное место, все верующие, священник тут, храм и православное. У нас не просто название православное, а у нас по-настоящему. Мы к окрещению готовим от трех до пяти лет. Пятьсот часов, а не пять минут, как они делают, священники. У нас все погруженные в озеро, в полное погружение, как положено. А другой, все это обман. Это обман. Попы коростолюбивые, говорят, делают-то. Поэтому вы этот вопрос для себя, что я сказал, имейте в виду. Имею. Дальше будет видно. Может быть, даже у нас тут есть, кто-то уезжает на зиму, одна живет, уезжает в город, а может быть, можно было там остаться с ребенком и самой там быть. Но это надо уже думать. Уголь и все остальное, чтобы было. Да-да. То есть, для себя имейте это в виду. Домов нету, но есть люди, которые уезжают на зиму. Понятно. И тогда можно было бы там остаться. Ребенок в школе, вы рядом, храм рядом. Ну, все, что есть. Там одно еще можно протопиться зима. Сады заброшены, там сушняка море. Ну, еще остальное сказать. Мы поговорим. Вы пока не торопитесь, только с квартиру не трогайте. Я очень... Не трогаю. Не трогаю пока. Даже не прикасайтесь и не думайте. Не дай бог, что-то не заладится, и вам негде голову будет преклонить. Пока не трогаю. Пока хочу к вам съездить, там посмотрите. И даже съездите пока. Даже в таком случае. И то желательно, чтобы у вас был запасной выход. Мы... Не то, чтобы людей завернуть сюда, обмануть и выпроводить. У нас люди не такие. Мы каждому говорим, если можно. Если ты думаешь, ну, временно быть, приехать там на лето или как, квартиру сохрани. А дальше будет видно после совета с батюшкой. У вас там близко, рядом священника нет, который знает про вас? А дело-то в том, что у нас здесь есть храм. Ну, значит, дело-то в том, что, значит, Игнатий Китович, у нас просто, как сказать, действительно беда, как вы рассказываете, всё истинно. Потому что я вот, допустим, иду на исповедь, да? Я иду на исповедь, не к батюшке, я иду к Богу, да? А мне говорят, Марина, опять написала такие листы, опять святанские, потому что это шамо. Ты мне говори конкретный грех. А, допустим, я говорю, мне надо грех и причина греха. А чего? Мне надо это всё исповедовать Богу, чтобы получить от вас какой-то либо совет. То есть не дают исповедаться. Беда у нас какая. Я знаю, у нас исповедуются в отдельной комнате, в отдельной, ну, рядом, за дверью молимся, а один в те двери выходит, а другие, батюшка сюда, как бы, выходит, а потом открывает дверь и заходят, ну, только через дверь. У нас поистине тайная исповедь. Но и когда зайдут, и их не дождёшься, когда, ну, думаешь, сдаёт экзамен по химии, ну, всё же маленько надо. Грехи твои не повторяются. И ты сказал, Бог меня сохранил. Исповедь должна быть не только, вот как мы наш грешен, супергрешен, но и радостная, что на эту исповедь пришёл вот от этого, от этого, и меня Бог освободил. У нас как-то не принято говорить о том, что меня Бог освободил. Христос дал силу, благодать помогла мне избавиться. Вот. Много говорить, это предмогословие не именовать греха. Начни с этим бороться, и уже дальше бидно будет. С кем-то заведёте дружбу поближе. Так, стряпать-то умеешь? Умею. Умею всё делать, абсолютно. Вот. Может быть, как раз... На любое послушание. Как раз будешь в отдельном домике сделаем, кто там будет, и будете там готовить. Продукты наши, это моя задача. И это мы сделаемся более неуязвимыми. Притом, всё рядом вместе. У нас озеро, где они, люди, купаются, ходим по полям, собираем ягоды, малина. Ну, то есть, для ребёнка ничего лучше я нигде не встречал. проехал весь мир и нигде не видел такого. Чтобы все до одного верующие, в школе молитвы начинается урок, все учителя православные, и через... Дверь открывается и сразу в храме. Прямо через дверь. Это в одном здании. И школа, и храм. Это вообще... Ну, вот вы когда увидите, тогда так, чтобы вы сильно-то не очаровываетесь, чтобы меньше было разочарования. Потому что одно дело я говорю с вами, сейчас здесь, другое дело, когда вы будете. Вот вы, если будете нос так вытирать, вот как сейчас, на пальцах, говорит, мотать, я сразу сделаю замещание. Я скажу, Марина, что в кармане был платочек. Да, да. Я сейчас, простите. Ну, ладно, 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 потом. Я вам напишу, сколько это надо иметь было. Хорошо. У нас видели, как женщины, какие юбки длинные, как надетые, какая форма. Видели? Да, всё видела. У нас всё благочинно, и мы не смотрим, как люди думают. Ну, а что они думают? Они ничего не знают. У них проходной двор. У нас чужой не будет в храме. Его в притворе остановят. А если она там приехала в брюках, её даже из машины не выпустят. Вынесут юбку, переоденут. К нам приезжает, вот сейчас у нас 14 мая будет день деревни. 26 лет как начали восстанавливать-то. Надо немножко. Приезжает митрополит Московского патриархата. А мы-то относимся к РПЦЗ. А уже всё объединено, как бы. Хотя мы ни в какое объединение не идём. Мы твёрдо стоим на своём месте. Иначе они нас просто раздавят. Вот. Поэтому у нас тут был детский лагерь. Это 45 лет. Мы единственные были на весь Советский Союз. Поэтому мы можем, ну, если по этой теме идёт разговор, что предложить людям? Занятие с детьми 45 лет, ни одного повреждения, ни одного отравления, ни одной гибели. Но это не просто так. Надо не просто, чтобы ребёнок приехал, но его сохранить, чтобы было интересно, чтобы он ожидал следующего года и поправил здоровье. И при том, к нам с таблетками не приезжают. Если вы на таблетках живёте, то у нас дело не заладится. Подумайте. Вот травы всякие есть. Травы. Таблетки. Я вот за всю жизнь ни одной таблетки ещё не съел. Даже не помню такого. А мне уже 77. Вот 10 июня будет 78. Вот. Вот здоровый образ жизни. Это всё хорошие слова. Но здоровый образ где? Там, где на душе в совести спокойно. Ты никого не обидел. Ты вспоминаешь, день прошёл, у тебя на языке словословие, Господи. Какой прекрасный день был. А следующий день, я знаю, ещё прекраснее будет. У нас непрерывная радость. Вот вы зашли ко мне, мне радостно. Что вы такая открытая, радостно. Понятно. Заговорили о лагере, мне ещё приятно. Теперь поговорили, вы согласились со всем, чтобы мужа не упрекать, дочь не упрекай. А они сами разберутся. И ты ничего не поможешь. В этом вопросе советы никакой роли не играют. Это то место, где плоть, природа, природная. Ну, говорит, что знают, как животное, тем расслевают себя. Судить мы никого не должны, не будем. Но скажем, Господи, сохрани нас от подобного чего-либо, и чтобы никого не осудить. Во славу Божию. Вот. Ну, всё как будто бы. А, Игнатий Тихонович, я ещё хотела спросить у вас. Сидоренко Анна, город Канск, в каком храме? Ну, я не знаю, там какой храм. Самая высокая колокольня, там видать. А, ладно, я посмотрела. Это где-то в центре, недалеко от них библиотека, прям рядом, библиотека города. Библиотека. И вон один там храм. Буха Сидоренко, С первого, Софья. Сидоренко. Ага. Сидоренко Анна. У меня сейчас где-то даже может быть и телефон её был. Я не знаю, есть или нет, сейчас я посмотрю. А так, можно было бы это сказать. Без телефона-то это трудно, конечно. Там можно остановиться. Сидоркина. Вот, видишь, как, наверное, я его и нашёл сразу. Надо же. Может быть, маленько неправильно она написана, но мне кажется, это она. И вы когда сейчас позвоните после нашей беседы и мне дайте знать, дозвонились до неё или нет. Пишите. 8 9 0 6 9 6 5 3 0 7 0 3 0 записала. 8 906 965 30 70 30 30 30 30 30 70 30 30 Ну вот. Ну, у меня тут как-то Сидоркина написано. Вы можете прям набрать сразу-то и спросить. Скажите, а вы знаете, были ли нет в лагере в Потеряевке? Если она скажет, да, была, скажите, у вас сын Яша есть? Хорошо. У неё есть там дочка и... Ну и скажи, я собираюсь туда поехать. Вы не поедете? Больше ничего говорить. У неё там дома там бабка-то, то есть её мать, там дети, что-то у неё непослушные дети. Но у меня они ходили, дети послушные. Там как-то что-то неладно, там что я даже до конца не хотел узнавать. Я не люблю в эти дела влазить. Но дело в том, что ей помощи нет в воспитании детей. И он приехал, парнишка, до того сознательный. И вот он всё делает по-своему. А ребёнку, кажется, два с половиной года. Я ему кружку дал, у нас ролик стоит, он в кружку плащет. Я сделаю вам ссылку на ролик. Ага, хорошо. И он в роли, это сказать, в кружку плащет, пока полное будет. Я говорю, Яша, хватит. Он сразу раз перестал. Игнатий, подожди, там кто-то стучится. Тихо, тихо, я разговариваю. А, Игнатий Теич, у меня ещё вот такой, вот такой вопрос. Это Коля, это Коля там у тебя? Коля, да. Ну-ка иди сюда, Коля, познакомимся. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Ты к нам в лагерь. Хочешь прийти, не в лагерь, а у нас летом побыть, а в деревне отдохнуть? У нас работают все. Мы на огороде бывают, что-то полоть придётся, по ягодам ходим. Каждый день купаемся раз пять в озере. Я, я, я... Каждое воскресенье на лодках плавает, на лодках плавает. Представь себе. Да. Ну, ты говори, хочешь или нет поедать? Ну, да. Поеду. Но только поедет. Ты только послушайся, у нас дисциплина строгая, без разрешения никуда. Мы каждое утро молимся, каждое утро гимнастика идёт, гимнастика. У нас очень сжатый график такой. Мы всю неделю готовимся на пятницу костёр, картошка. И там тогда и поют дети. Каждый день играют. Там есть и с мещом, другие ходули, городки, качелей много. А снимай, конечно, когда мы будем снять? Ну, вот хороший парень-то. Сейчас, подожди, Саня. Я знаю, что вы через костёр прыгаете и на лодках плаваете. Нет, через костёр мы не прыгаем. Через костёр у нас не прыгают. А на лодках плавают. На костёр ходят. Он не так выразил. На костёр ходят. На костёр картошку пекут, а они сидят, ребятишки, и поют. Поют, потом картошку едят. Я это знаю, потому что мама смотрела. Про вас мама смотрела. Ну, ну, ну. Игнатий Тихонович, у меня ещё вот такой, как сказать, помощь вот такая нужна, как совет такой духовный. Вот в последнее время я вот как-то кричу, допустим, на Николая. Там как-то, ну, как-то больше строгости у меня к нему. И в учёбе там, и в письме, и в чтении, значит. И что-то он там не так сделает, значит, или вот, допустим, капризничает, я там накричу на него. Раздражаюсь. Вот у меня вот эта вот, ну, гневливость вот эта вот, не проходит уже вот много времени, и я не могу никак. Вроде начинаю молиться, молиться. Вот особенно вот сейчас, когда вот эта ситуация, прям чувствую, что вот молюсь, а молитва вот такая пустая. Вот я думаю, всё равно я буду молиться. Ну, ладно, ладно, это всё дело такое, ваше личное. И кричать вы не будете. Когда будет в лагере над ребёнком, вы никакой власти не имеете. Это не в лагере, а в гостях будет. Нигде. Вы его не имеете права ни за уши, говорит, дёргать, никак. Никак. Вы только будете смотреть. Вы к этому приготовьтесь, потому что ваше воспитание кончится, как только вы шагнёте к нам в дом. Всё. Тут у нас расписание, щётка, он будет сидеть, уроки по слову Божию будут. Это каждый день занятия. Где-то он работает, мы ходим босиком, они у меня ребятишки до того, как пропечённые. Ни один не болеет, ни один не кашляет всю зиму. Так что кричать это ничего не даёт. Мы же слышим друг друга. Я плохо слышу, поэтому громко говорю. Вот так. Ну, я когда с наушником, мне хорошо слышат. Я держу не наушники, а микрофон, чтобы держался-то. А у меня наушники-то мимо ушей. Они мне не нужны. Я для микрофона, чтобы хорошо было слышно. Ну что, давайте... Хорошо, Игнатий Юрьевич, спасибо вам за беседу огромное. Храни вас Господь, чтобы Господь давал вам силы, а Матерь Божия хранила вас под своим покровом, передала. Через неделю, примерно через неделю у нас будет этот ролик стоять. Вы посмотрите ещё раз. Во славу Божию. Храни вас Господь, Марина. Вы знаете своё имя? Как переводится ваше имя? Знаете? Нет. Морская. А, морская. Морячка. Ну, так что... Это жизнь моря. Во славу Божию. Храни вас Господь. С Богом. Ангелы-хранители. Спаси Христос. До свидания. Спасибо. Спасибо, господи. Спасибо.